Дело в том, что коленка, одна из коленок, прямо на маю. А это значит, какая ширина будет вот этого колена по отношению к этому. Вот это колено. Вы видите, каким. А вы не учитываете, что это колено ближе к вам, а значит оно крупнее, немножко шире. Так. Теперь, стоп, стоп, вот сразу, чтобы не было. Скажите, вот этот вот сектор между туловищем и рукой вы видите? Нет. Нет, а что же вы делаете? Рука занимает другое положение, она вот сюда идет. У меня вообще вот такой вот тушеный даже не хочется. Вот давайте подумайте, как вот здесь все делаем. Так, а у вас пока человек стоит. Ну вот здесь правильно. Да. У кого ворот. Да, да, да. При этом, смотрите, что у вас получается. Вот у вас ширина плеча, а вот ширина бедра. Ну, посмотрите. Вот здесь, если вы мысленно опустите вертикальную линию от плечевого сустава, она же перейдет к тузобедренному. И здесь примерно то же самое. А у вас? Да нет, ширину плеч при таком размере фигуре вы поймали. Просто забедренное суставо вот здесь, не так, как вы их нарисовали. Да, два соображения. Во-первых, ну вот образ Барби над всеми вами летает. Но натура менее всего похожа на Барби, согласитесь? С бедро раз в полтора более массивно. Вот это, во-первых. Во-вторых, у вас человек сидит, вот он сел, и дальше в него вбили швагу. Он по стойке смирно сидит. А обратите внимание, человек сидит свободно откинувшись. Достаточно губку и животик. Выступает или не выступает? Выступает? Так нет. Ну вот смотрите, у вас что оказывается? Во-первых, локоть вот сюда ушел под очень высоким углом. Смотрите, а разве положение предплечья такое? Плечо значительно более покато. Вы прям здесь чуть не прямой угол делаете. Отсюда более покатая линия и дальше рука. А вот эта линия очень здорово наклонена. Человек сидит откинувшись. И положение головы совершенно другое. Не здесь голова, как у этой фигуры. Как заставить этого человека откинуться назад? А голову просто вот так сместите. Сравните, знаете, какой малюсенький вот этот сектор плеча. Не начали с каркаса. Естественно, сразу начали соотношение длины бедра, голени, спины. Ну, просто совсем не выдержаны. Они просто не такие. Ну, сами давайте посмотрите. Вот эта голова. Раз, два, три раза укладывается в длине спины. Три. Нет, 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 что вы. Вы от какой точки спины меряете? От плеча. И до какой точки? Ну, так вот. Всегда надо... Вот зачем, собственно, каркас нужен? На нем видно положение суставов. Тех узлов, которые скрепляют наше тело. Мерить надо не внешнее, контурное. Здесь вы будете пока что очень сильно ошибаться. Ну, давайте посмотрим. Вот, видимо, Иван. Красный цвет. Понятно, что он, если вот так вот провести прямое, вы получите фигуру близкую к квадрату. Вот под вашим углом зрения. Вот такой квадратик. Ну, и попробуем мы построить здесь такой квадрат. Вы понимаете, что плечо должно вот сюда уехать. И тело должно стать вот такой толщиной. Попробуйте сначала составить действительно каркас. Прикиньте, как идет линия, центральная линия спины, необязательно позвоночник. Вот центральная линия спины, прямая она, или она имеет некоторый изгиб. Представьте, где это заледорное штабо, то есть шеверно-каржное. Как от них отходит беденое. Вот так и было. Немножко собрались с коленками. Вот смотрите, у вас концы пальцев опускаются ниже, чем колени. Так. Вы положение рук сейчас не меняли? Нет. У натура концы пальцев выше, чем колени. Так. Немножко низко опустили руки. Руки вот так. Почему плечо длинного отбил? Так. Значит, а ноги более крупные. Ну, все-таки, молодой человек вполне коренастый плотин. Так. Значит. Ну и шея и голова, конечно, совсем не такие, но пока разберитесь вот здесь, с торсовыми делами. И вот посмотрите, линия бедра уходит вот сюда, к середине ладони. Не к основанию ладони, а к середине ладони. Вот узцо, имеющее место быть. Так. С вкладочки. В районе подмышек. Вот. Хорошо. Попробуйте разобраться с шеей и с головой. Голова стоит вертикально, ось более-менее вертикально. Попробуйте сравнить толщину шеи и максимальную ширину черепа, ну, допустим, с длинной предплечьем. Так. Или с шириной плечи. А потом отношение к высоте головы, ширине головы. Тогда вы получите примерные границы овалов. А голову рисовать? Голову рисовать? А что? Что-то шадник без головы. Сир. Во-первых, не в саде. Шадник, ну почему он? Сидит почти в верховом на стуле. В некотором отношении шеет. Но этот шадник с головой. Пап, хватит с головой. Так. Ты без головы. Давай обратить внимание головой. Очень выпуклые щеки. Я это знаю. А у вас? А у вас? Это макет. Я вот сейчас буду его. У вас, конечно, человек, который голодал недели три. Макет. Я всегда потом наращиваю на нем. Шея, конечно, ночнее. Не такая тоненькая. А уж во всяком случае, вот такая. Да? А это плечо вы высунули вперед вообще на километр. Не дальше. А уж отсюда пошла рука. Обратите внимание. У вас локоть висит. У вас на рисунке локоть висит. Так. А он же не висит сумочнее. Вот так. Угу. Нет. Ну, значит, ну, просто сектор, который они занимают, существенно больше. Не нужны детали. Вот это вот. Все не надо. Вот просто тот район, который занимает руками. Хорошо. Ну, и вы считаете, что голова настолько вытянута? Да. По отношению к ширине, да? То есть такой огурец. Я огурца не вижу. А то, что огурец? Глава вытянута. Нет. Естественно, высота головы больше, чем ширина. Но она у вас больше в два раза. Обратите внимание. Вот здесь вот могу два квадратика. Я рисую, как раз квадратик, два. На натуре отнюдь не в два раза. Высота больше ширины. Достаточно широколицы человек. Вот так. И линия подбородка. Обратите внимание, как она устроена. Вот две сходящиеся, а после этого здесь полукругу подбородка. И дальше вот так. Понятно? Вы просто шириной промахнулись. Ну, а дальше попробуйте на этот каркас ставить плоти. Уж чего-чего. Плоти в вашем случае предостаточно. Так что... Так, смотри. Даже портрет на кое-что есть. Зря пустилет пугового корта. Если чуть поднимете... А... Так, ну хорошо. Ну, допустим. Так. Ну, в этом ракурсе тогда затылок крупнее. Скулачек более выпукло. А лоб наоборот вот так вот. Вот здесь же волосы. Угу. Вот такие мелкие детальки подбородок. Вот его линия. Вот это уже пошла складка, ограничивающая голову от шеи. А линия подбородка вот. Вот так. Ну, складки на футболке наметим. Так будет просто нет ни разворот. Так. Коленка чуть покрупнее. Так. Ну, а это намного крупнее. Вот так. Угу. Ну и нога, естественно, не сходит в точку. Стопа более широкая, понимаете? Почти. Почти все нормально. Глава все-таки мелковатая. Вот очевидно мелковатая голова. При таком туловище. Нет, всякие там глаза, рот не надо. Вы... Сам... А мне надо глаза, рот и уши? На медь. На медь. Это апно, потихонечку. Ну, все. Выправляется. Смотри, ну, во-первых, клини живота вот сюда вехала. Как ты вот это сделала, сразу рука совсем перестанет висеть. А шпака, ну, это еще чуть висит. Так. Ну, и кисти крупнее, конечно. Вот так. Вот так вот это вот подбираем все. А вот это хорошо придумано. Смотрите, у вас вот какое расстояние между плечом и подборожком. А оно есть? Не знаю, где-то еще чуть-чуть. Да нет, ну. Я обычно делаю как-то. А, так. Вы ниже смотрите, да, там расстояние с вашей позиции реально есть. Так, допустим. Ну, тогда зато крупнее. Смотрите, если опустить А вот эта точка головы вниз, Она вот сюда почти к плечу. А у вас, а у вас основание шея. То, что затылок вот здесь. Это не тени, а то, что вы сделали. Это грязь на бумаге. Что я буду корректировать? Тени накладываются совершенно по-другому. И работать с тенями мы с вами в этот раз не занимались. Это другое дело. Вот. А теперь перестаньте хулиганить на бумаге И сделайте вот что. Вот это оставляем. Нормально принимается. Возьмите листок крупный. Не вот такого вот. А там полтора раза крупнее. Вот такую фигуру. Давайте набросим. А он поместится. Мне кажется, голова не поместится, если бы порыли. Вот так. Вы можете увеличить размер? Вот не такой. Посмотрите, вы здесь можете с двух сторон еще такой фигуре добавить. Чуть-чуть поярче эти складочки сделать. Посмотрите, сразу пузик с того выступает, да? Ага. И натура приблизилась к оригиналу. Так. Ну, допустим, вот так. Угу. Может, чуть ниже. Ну что? Вполне принимается. Вполне принимается. Значит. Ну что ж, тогда второе задание. Примерно то же самое, так, но больше. Вот почему все так мельчите? Смотри, какой большой бумажный лист. Можно было более крупное сделать? В принципе, да. Да, в принципе, да. Привыкайте работать с крупным изображением. Так. Давайте, пробуйте. Это принимаем. Хорошо. У нас только острая тема. Делайте вот такой острый купол сверху. А он там есть? А его там нет. Плюс к этому. На самом деле, достаточно много. Вот не от глаз губ. Это все, конечно, лишние детали. А вот форму прически показать бы неплохо. Так. Дело в том, что она сразу влияет на форму головы. Значит, понятно, что на самом-то деле вот как. А отнюдь не такая острая шапка, как вы нарисовали. И форма и размер головы сразу изменяются. Ясно, что глаза, на самом деле, вот на этой линии. Вы слишком высоко задрали. Так. При таком положении головы. Нос примерно здесь кончается. А вот линию щек и подбородка, как это ни странно, Гошу, вы поймали вполне себе. Вот. Значит, вот это убираете. Глазки ваши уберите вот эти. Так. Попробуйте прикинуть, как глаза реально на лицо. И аккуратненько вот эти осевые ваши линии построения аккуратно уберите. Ну, чтобы остался один пол. Вы, которому с лицом немножко поэкспериментировали. И на самом деле вот эта часть очень даже неплохо. Но вы совершенно недооценили ту часть, которая с волосами. Ну, посмотрите, какой у вас крохотный лобик. И какой крохотной теме. Ну, кричи, я тебя таким рисовал, что я сегодня нарисовал тоже. Голова-то крупная, вот джентльмены. Да, я сейчас голову всюду. А отнюдь не крохотная. Ну, вот эта линия, вот здесь я в лед, тыжги. Это, пожилой, лишняя. Не настолько подбородок и ограниченный. И вот эта вот надолго. Вот эта. Потому что на самом-то деле линия тень идет вот сюда, в уголку глаза. Смотрите. Ага, рука, наконец, слегла. Слава Богу. Так. Размер кисти. Вот он. Так, вторая кисть сейчас. Лена. Ну, лобик, конечно, на самом-то лобик. Леда. Вот так. Вот. Хорошо, здесь, вот видите, на самом-то деле, совсем небольшое поправочко наношу, да? Так, коленки, ногами не дрыгать. Я предупреждал, работа будет трудная. Трудная, но необходимая. Вот, давай посмотрим, линия божья, вот эта. Она прямая или другую форму имеет? Он же ногой медведей. А это не важно. А это не важно. Смотри, как. Ну, икрака все равно устроена. Так что здесь вот. От ладушки сужения. Так. Значит. И вот эта линия тоже будет. А, да, действительно нехорошо. Ну, и вот здесь нога кончилась, что ли? Где? А, посмотрите, как вы линию провели. И вот так, да? А там дальше что? Кончилась. Нет. Вы же видите, что на самом деле нога уходит вот сюда, под руку. Видите? Нижняя линия бедра. И эта линия бедра уходит вот сюда. И коленка, дай бог, какой ширины. Вот такой. И локоть не висит в воздухе. Локоть не висит. Нет, он висит все. Вот, вот, ширина, толщина руки. Вот какая. Толщина предплечья. Мощные руки, мужские руки. Вот так. Вот так. Ну, и подбородок-то. Вот это как раз тот самый случай, когда подбородок чуть ли не как у Шварценеггера. С ямочкой, выступающим, мочным. Ну, красивый мужской подбородок. Шварценеггер. Так. Ниже, чем его уроды.